Угадайте с трех раз, что я купила. Ну что ж, добрый день, добрый день всем. Купила себе такие простые, простой лифчик из хлопка телесного цвета, без металлических вот этих вот, которые раздражают груди, без металлических вставок, 19 евро, 90 чентезимов и 20 евро стоит вот это вот. Ой, то есть 20 чентезимов стоит вот эта вот штучка из бумаги. Пакетик, вы представляете? Я в шоке просто. Вот такие вот сумки вот ни за что на свете замшевые. И такие вот сапоги вот ни за что на свете, хоть эти, хоть эти. Я терпеть не могу. Вот такие казаки называются, да. Курточка так ничего. Но вот эту замшеву они везде вставляют. Но это все равно не мой стиль. Конечно, это, наверное, теплая курточка. Это куртина вязаная. Алпака, по-моему. Видно, что не кашемер. Так, куда податься, кому отдаться? Мне надо еще сейчас купить. Присяду я. Мне надо еще сейчас купить. Все с собаками сидят. Надо феноккио купить. Баклажан. Феноккио и баклажан. Как римлянин. Первые слова, которые выучил. Кукурузная каша, баклажаны. Баклажан. Бабушка. Солнышко. Ласточка. Сколько же интересного времени мы с ним провели. По молодости. Везде побывали. На всех островах Европы. Евросоюза. Но сегодня жара, девчонки. И после дождя свежайший воздух. Абсолютно свежий воздух. Я обычно люблю на тех скамейках зимой сидеть, потому что солнце бьет так классно. Обожаю, когда мамочка с дочкой красиво одетой вместе. Стильно. Так вот, получается, что одна мне написала... Ну, я сделала шорт, шорт в виде короткое, но не все же смотрят короткие видео. Поэтому расскажу. Одна мне написала, что таджики это не азиаты, не занимайся политикой, ходи по своим бутикам и барам. Вот какие-то вот все равно какие-то беспардонные люди среди подписчиков есть или среди зрителей. Я удивляюсь беспардонности людей. Но откуда вы знаете, что я делаю в жизни, когда я не в ютубе? Чем я занимаюсь? Чем я интересуюсь? Вы же не знаете ничего, вы только знаете идиотские сплетни, скворчихи и травлю синицы. Вот и слушайте эту синицу, ее политику. Она любительница политики. Но это не говорит о том, что я вообще политикой не интересуюсь. Я каждый день смотрю новости. Я каждый день переживаю за все, что происходит между Россией и Украиной. Я каждый день переживаю за Палестину и за Израиль. За все народы я переживаю. Не переживайте, вы что думаете, что я с утра до вечера только смотрю витрины, бутики и бары. И пью с утра до вечера спринцей, шампанское. О, Магарий, если бы. Но, к сожалению, не так. К сожалению, я так же, как и все, как и весь мир остальной, тоже думаю, переживаю, смотрю, читаю. Новости не пропускаю. Но потому что я блогер итальянской моды, итальянской жизни, итальянского стиля, итальянского стрит-стайла, я не хочу говорить о политике на моем канале. Потому что это и бесполезно. Потому что я не хочу никого обижать. Ни русских, ни украинцев, ни россиян. Потому что все они мои друзья-подруги есть еще. И по жизни я люблю эти две страны, две народности. Всегда в моей жизни встречались эти люди, этих двух национальностей. И всегда были добры со мной. И дружили, и помогали. И даже абсолютно незнакомые люди мне помогали. Этих национальностей русские украинцы. Не то, что помогали там в беде какой-то. Но всегда отзывчивые были. Заботливые, отзывчивые люди. Поэтому я просто не говорю о политике. Но не переживать я так же, как и все остальные. Как и русские, как и россияне, как и украинцы. Внутри переживаю. И даже в некоторых роликах я даже плачу. Особенно про солдатов, про раненых, про пленных и все такое. Все равно они от того, что я выросла в СССР, они все наши. Все эти народности, это наши. Я считаю, что мы все наши. Это мы все. Это те, которые новые поколения делятся на ваши и наши. А я не делюсь и не делю. Все мы выходцы из одной страны. Это не перечеркнешь. Никакой жизнью даже 24 года в Италии даже этим не перечеркнешь. Понимаете? А во-вторых, я вообще закончила филологический факультет русский язык и литературу. Педагогический институт. Я уже 8 лет ходила в библиотеку городскую. И все, с 8 лет до 17 лет я все книги там прочитала. Вы представляете, в городской библиотеке знаете, как меня любили библиотекари. Я же уже рассказывала в своих других видео, как я приходила зимой через сугробы, через снега, в валенках, в шапочке-ушанке, в шубке цигейковой. Приходила, говорила, здравствуйте, здравствуйте. Еще по-русски говорила. Потому что я еще в детский сад русский ходила до этого. Говорила, здравствуйте, здравствуйте. Пришла моя книга, которую я у вас попросила. И они такие, там несколько этих работают, библиотекарей. Да, да, Жасминка, Жасминка, заходи, ты замерзла, давай чаю горячего попей. Хочешь пряники, хочешь конфетку? Положить тебе сахар, налить тебе молока горячего. Они такие еще заботились. Любили меня за то, что я такая маленькая, но начитанная, что люблю книги. Библиотекарь же любит тех, которые любят книги. Я жила этими книгами. Я уже 8 лет знала, что такое, что за реки, эфраты и тигры. Я про арабские страны уже знала, про древние арабские страны, про Вавилонскую башню, про Александра Македонского. Еще в те годы, мне было всего 8-9 лет, я уже читала все эти истории, исторические книги, рассказы, сказки, фантастику. Вы что? Какие бутики, какие шоппинги. Но это не значит, что мы должны быть, если какая-то умная человек, умная женщина, это не значит, что она вообще не должна интересоваться модой, шоппингом, или не ходить в бар, или на дискотеки. Это что за такая, как бы называется, мораль у вас, которая мне написала. Очень даже много умных профессоров, женщин, которые прекрасно одеваются, дорого, прекрасно проводят время, танцуют, ходят в бары, сприт спьют. Но в то же время очень-очень умные, интеллигентные, интеллектуалы. И таких я знаю. С чего вы взяли, что если женщина одевается, любит одеваться красиво, то она тупая. Ничем не интересуется больше. Меня так прямо рассмешили с утра пораньше. Пошла с собачкой гулять и смеялась. Шла, смеялась, улыбалась. Смотрите, какая красота вокруг. Эти горы чудесные. И потом у меня папа, физик-математик. Мы генетически получили все наследственность. Все мы получили, все дети в школе были, ну, мои братья и сёстры, все были математиками, все были чемпионами Олимпиады по математике. Помните, в советское время проводили Олимпиады по предметам? Спервошкольные, потом районные, потом городские, потом областные, потом республиканские. Вот так вот. Так что только потому, что я люблю ходить в сандалах, удобных, комфортабельных для меня Эрмес Оренах, это не значит, что я тупее всех тупых. Это наоборот говорит о том, что по-итальянски называется свелья, по-казахски пасаказ, по-русски. Как же называется? Это по-русски называется смышлённая. Смышлённая. Не тебе там какая-нибудь. Ну, единственное то, что я получила угар углекислым газом на вилле в Венеции, мне перебила память. Да, я чуть не умерла, но я спаслась. Я чуть не умерла от этого угара. Но память иногда вышибает, потеряла память. Вы чё, за несколько часов кровь просто превращается в белую кровь. Смотрите, как красиво светится. О, какая прелесть. Тот, который три карата, как светится. Опа! Поэтому. Не, я так подумала, эта замшевая сумка, была бы она чуть-чуть побольше, она маленькая к тому же. Просто хотела взять для того, чтобы вот так вот в поездах ездить, чем с этими торбами. А вот эта, которая Макс Мара Уикенд, она немножко тяжелая, ее тяжело носить. Она красивая, конечно, но в поездке она, как бы сумка тяжеловатая. Сама сумка тяжелая, плюс еще же вещи надо класть с собой всегда. Вещи Мелиссы, там, то да сё. Такая, думаю. Мой чувак, который рассказал мне про то, что он заплатил 13 тысяч тассы, налог, сказал, иногда приходи выпить кофе в наш бар. Может пойти выпить кофе, хотя потом не уснешь. Уже поздно, 5 часов пить кофе, это потом до часу я не усну. Кофеин мне мешает спать, я даже чай не пью после обеда, только по утрам пью. Вот в этом бутике я купила это платье, всего за 84 евро, за 50% последнее белое яняное платье. И у них же примерила юбку шелковую, но шок какой-то был с этими. Ай, как она называется. Когда чуть-чуть видно... Видите, лясточка? Какая байля. В традициональной одежде. Ой, закройся, девчонки. Вот эти... Чем меньше собаки, тем больше они гавкают, тявкают. Ну, знаете, вот с тем этим, который лифчик, который груди большие делал, аж на два размера. Красивее это платье смотрелось. Сейчас как будто вообще без грудей. Иду такая, чувствую себя без грудей абсолютно. Зато очень комфортабельно и удобно себя чувствую. Ничего у меня не это, не давит. Никакие там металлические вставки. Никакая синтетика, никакие кружева. Ну что ж, вот всем здоровья и добра. Даже вот такого вот размера сумка мне маленькая. Надо еще побольше доложную сумку. Ой, ой, ой. Ой, всем здоровья и добра. Опять спать хочу. Надо, наверное, выпить кофе. Ой. Возьми что-то. Следую. А вот epic.